Песни и пляски, напитки, деликатесы, игры и даже реактивные самолеты. Удовольствие для всех желающих, всех возрастов. Но настоящая цель открытия улицы Дальнего Востока на набережной кампуса Дальневосточного Федерального Университета – привлечь инвесторов. И где, как ни во Владивостоке, арене проведения Восточного экономического форума – создать площадку по укреплению экономических и культурных связей между регионами Дальнего Востока. Само открытие прошло традиционно, с шумом, танцами и торжественными речами. Самым важным гостем улицы стал полпредпрезидентов ДФО Юрий Трутнев. Встретить его первыми выпала честь артистам из Республики Саха. Юрий Трутнев перерезал священную ленту и оценил настоящее этнокультурное шоу на сцене Якутского павильона. В таком режиме Юрий Трутнев решил обойти каждый павильон, то есть все девять представленных на Дальневосточной улице регионов. В одних местах его встречали шоу-программой, в других предлагали прокатиться на байдарке или посетить памятные места. А наша съемочная группа решила под шумок узнать у самих якутов, чем интересен их павильон. И не только в плане шоу, но и для потенциальных инвесторов. На территории Якутии реализуются такие крупные проекты, как строительство газопровода «Сила Сибири», строительство которого завершится к концу 2019 года. Также реализуются крупнейшие на Дальнем проекте угольные проекты. Прежде всего, это проект освоения Эльгинского каменно-угольного месторождения с запасами более 2,5 миллиардов тонн коксующихся углей марок, которые востребованы всеми металлургами мира. Якутам, несомненно, удалось удивить гостей. Однако справедливости ради нужно отметить, что каждый павильон выделялся во всех смыслах – визуально, идейно, концептуально. Сахалинцы, кроме моста с макетом скоростного поезда на Крым, предлагали попить молока, которое наливает робот. Магадан не отставал, их железный друг даже решил поговорить с нами. Меня зовут Прагмобот, я настоящий живой робот. Ну, рассказывай, как дела? Мам, если вы думаете, что я собираюсь просто с вами познакомиться, то вы ошибаетесь, я еще и стих собираюсь вам рассказать. Пока съемочная группа Восьмого канала вникала в особенности павильонов и площадок Дальневосточной улицы, Юрий Трутнев продолжал обход и по достоинству оценил плоды трудов региональных менеджеров. Представитель федеральной власти еще раз напомнил, зачем именно в преддверии ВЭФ-2018 делается все это. Дальний Восток – это 6 миллионов квадратных километров, огромная территория. И когда человек приехал сюда, на Дальний Восток, у нас, пожалуй, нет другой возможности так вот наглядно познакомить его с разными регионами, показать природу, культуру, экономику. Задача улицы Дальнего Востока – вызвать интерес. Интерес этот, конечно же, касается не только инвесторов, хотя они и являются приоритетной мишенью для организаторов. Речь идет, конечно, и о человеческом капитале, интеллектуальной и рабочей силе, свежих идеях от молодых и перспективных специалистов своего дела. Принесет ли подобная конвергенция ощутимую пользу самому большому региону страны – покажет время. Однако, как отметил Юрий Трутнев, в будущие годы концепция улицы Дальнего Востока будет кардинально меняться и приобретет новое значение и новую форму. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.